всем привет сегодня я не просто так надел футболку с изображением артистов из группы the beatles потому что речь пойдет не о beatles речь пойдет о совершенно другой группе причем американской но музыканты этой группы если бы не было the beatles никогда бы наверное не написали эту прекрасную музыку которую я слушаю много-много десятков лет уже ну и вы наверное тоже может быть не все но те кто слушает явно ее любят иначе не стали бы слушать да роджер магуин джин кларк и дэвид кросби очень любили группу the beatles и хотели сыграть что-нибудь такое же такое же крутое такое же приносящее удовольствие ну и деньги тоже естественно хотя деньги я думаю были здесь не на первом месте потому что та музыка которую написали записали исполнили музыканты группы the beatles а именно о ней я и говорю это настоящее творчество бизнеса там не очень много конечно он есть как в любой рок-музыке но песни насколько хорошие настолько хорошо они и честно сделаны что я воспринимаю это как настоящее искусство группа образовалась в 1964 году 65 вышел первый альбом вот этот мистер тембурин мен который состоял состоит частично из песен боба дилана в частности заглавная песня мистер тембурин мен на тот момент времени было достаточно свежий и аранжировали ее музыканты очень интересно в электричестве с 12 струн на электрической гитарой реген бейкер на которой всю дорогу играл роджер магуин тем самым давая совершенно не похожие ни на кого уникальное и узнаваемое звучание музыки группы the birds вот это 12 струнка электрическая звенящая хрустальная серебряная такая это фирменная марка the birds очень все красиво и при этом несмотря на то что электричество с барабанами с басом с 12 струнка электрической это все-таки фолк такой неожиданный неожиданное воплощение фолка turn 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 следующая пластинка тоже 65 год тоже такая же яркая фолковая светлая радужная оптимистичная очень красивая вот кайф кайф кайфецкий и все меня подсадил на эту музыку много-много лет назад не помню даже когда борис борисович гременщиков тогда еще в ту пору борис ну поскольку мы общались в одном тесном достаточно кругу слушали одинаковую музыку а борис очень часто упоминал вот этот альбом очень его любил мы тоже вы стали слушать и нам понравилось знаете и мне понравилось и я с удовольствием эту музыку слушал хотя это для меня была все-таки группа второго плана у меня были другие любимые авторы в ту пору вот но хорошая группа хорошая что тут скажешь однако потом мне попался в руки вот этот альбом который для меня является самым наверное интересным ну на мой вкус из всего того что записали the birds fifth dimension the birds 1966 год боюсь соврать но по-моему 66 это третья пластинка the birds и она меня совершенно просто выломила из привычного хода жизни из привычного порядка вещей потому что это фолк это тот же birds это тоже двенадцати струнная гитара розера макгуина джин кларк вокал тамбурин тот же самый один из основателей группы майкл кларк ударный дэвид кросби гитара вокал крис хиллман басы мандолина здесь он играет удивительно слово на электрической мандолине кстати говоря потрясающе совершенно но музыка насколько сильно отличается от того что вот на первых двух альбомах хотя повторюсь тот же самый фолк солнечный прекрасный жизнеутверждающий хочется жить петь и пить я извиняюсь послушав эту музыку очень все здорово кстати говоря grateful dead когда начинали свой творческий путь я извиняюсь за банальность и группы их называлась warlocks они играли пели очень похоже на the birds очень похоже просто первые записи warlocks они просто вот слышно что сидел гарсия с друзьями и слушал the birds и играл также думал какая кайфовая музыка как здорово вот так а потом уже пошли в другую сторону но это неважно вот пластинку называют критики одной из первых психоделических записей американской рок-музыки и в данном случае с критиками соглашусь хотя и хотя я зачастую иду в разрез их мнением у меня свое особое мнение я же самый умный вы понимаете да критики что мне критики это это шутка если что как говорит моя дочка сарказм так вот это такая неожиданная штука фолк-рок первая песня 5d 5d fifth dimension 5 измерения вроде бы то же самое ну в хорошем смысле вроде бы та же стилистика the birds тоже ритм-гитара 12-стунка электрическая заполняющая все пространство хрустальным своим серебряным дать или либо хрустальным либо серебряным но я буду говорить хрустальным серебряным звуком хороший вокал прекрасные вокальные аккорды которые выпивают трехголосие здесь слава богу все поют и джен кларк и кросби и макуин трехголосие изумительное четкие аккорды красивые интервалы все гармония интересная и вроде бы тоже но что-то не то я начинаю думать почему так так отличается что-то другое совсем следующую песню стал слушать web mountain time струнные включаются нежная мелодия красивая с подкладкой струнных очень все здорово ну что-то не то и понимание приходит на третью песню мистер спейсман вдруг осознаешь что невероятно сильно молотят ударные и что это уже настоящий тот самый электрический рок хотя до этого по двум песням казалось что это те же самые доберется и места там все то же самое но уже рок такой барабаны молотят в полную силу просто невероятно здорово и в следующей песне айси ю уже какой-то начинается космос уже чуть ли не space rock и соло на барабанах совершенно психоделическое обработанными эффектами улетающая в пространство что что это такое а вместо спейсман еще перед этим перед айси ю соло на электрической мандолине то самое про которое я говорю который хиллман играет это уже такие наметки на космические какие-то штуки после айси у вас хэппи минг песня который написал единолично дэвид кросби и это слышно она очень сильно выделяется очень сильно отличается из всего того что записали the birds до этого медленная красивая плавная джазовая немножко гармония без джаза формального то есть без саксофонных импровизаций без биг-бендов без без ничего вот этого всего но гармония джазовая плавная трудно уловимая такая как как часто и много писал дэвид кросби потом уже в группе кросби стилл снэш янг кстати говоря the birds являются являлись такой колыбелью из которой выросли масса замечательных проектов в том числе сольные альбомы джина кларка дэвида кросби кросби стилл снэш янг the flying burrito brothers группа где-то у меня здесь еще была вот она да the flying burrito brothers прекрасный коллектив о котором тоже определить расскажу а что джина кларка потрясающий альбом под названием out here один из один из экспонатов золотого фонда американской рок-музыки 60-70-х годов тоже требует отдельного упоминания о нем и это упоминание когда я нибудь когда-нибудь я здесь сделаю за 15 минут попробую рассказать об этой замечательной пластинке ну вот первая сторона заканчивается песня i come and stand at every door вспоминаем классический the birds но классический the birds заканчивается уже на начале второй стороны с песни eight miles higher песню которую перепевала множество артистов в разных версиях вот это уже настоящий электрический гитарный space rock просто в чистом виде соло макгуина на 12 струнной своей гитаре которые критики называют чем-то похожим на музыку колтрейна но на самом деле она не похожа на музыку колтрейна там просто очень много хаотичных достаточно нот если критики считают что колтрейн это когда играешь любые ноты несмотря на тональность это неправда колтрейн так не играл да и маквин тоже так не играл просто абсолютно в свободной форме такое соло с восточным уклоном с уклоном в ну может быть в авангардный джаз может быть хотя авангардным джазом можно все что угодно назвать в таком случае здесь просто безумная рвущаяся сметающие все шаблоны соло и все это вместе на все это на гармонии все это на красивой мелодии на отличной песни и это уже космос это уже совсем не folk rock the birds хотя против фолк рока ничего не имею на ворот я его люблю дальше идет хейджо версия the birds электрическая разнузданная совершенно с дикой гитарой той самой двенадцатистрункой не похоже на версию хендрикса но не хуже я могу сказать что очень здорово ну и дальше каптан соу квадратная песня квадратный инструментал я бы даже сказал заводной джон рейли песня john bias в тяжелом электрическом варианте я не знаю что как john bias отнеслась к этой штуке и туфу ту фокстрот завершение пластинки это уже привет даже можно сказать групп группе хоквинт английской хотя хоквинт еще на тот момент времени ничего не записали это уже улет в космические дали какие-то откровенные такие без вариантов просто просто space rock ну и следующий альбом четвертый по деберс янга дань yesterday вот этот мы лучше чем вчера для меня он служит продолжением вот этого альбома пятое измерение тоже электричество тоже мощно все звенит все в пространстве все одновременно и мощно и прозрачно и очень плотно настоящий электрический урок деберс вдруг выдали после первых двух альбомов такого хоть и электрического но фолка все-таки прекрасная песня своего он тубе rock and roll star который открывает альбом стопроцентный тысячепроцентный хит который перепевала много-много потом групп и музыкантов и песня очень известная что сказать просто хорошая пластинка я не буду по песням ее разбирать потому что все что сыграно на пятом измерении все сыграно и здесь просто другие песни очень красивые гармонии очень точно и четко все сыграно и очень не похоже ни на кого вот в данном случае действительно совершенно отдельная история мне достаточно мало пластинок the birds в дому в моем на самом деле их много нет мне обеспечен выездок а очень хорошего альбома нет у меня наториус birds brothers нет свет хатын родео зато есть вот эта пластинка 1970 года которая называется untitled то есть никак не называется без названия the birds 70-ый год состав здесь уже поменялся вообще составу the birds менялся постоянно роджер макуин только единственный человек который не менялся в the birds он ее создал здесь присутствует гитарист клэренс уайт и они на пару с макуином играют на протяжении 15 минут эту самую замечательную песню eight miles high а я сказал уже или нет что одна пластинка здесь двойник одна пластинка концертная одна студийная так вот на концертном альбоме eight miles high занимает целую сторону пластинки 15 по моему минут и улетная совершенно гитарная импровизация гитарный дуэт в 12 струнки макуина с электрической гитары клэренса white вот он такой волосатый хиппи но играет очень здорово ну и помимо того что концертный альбом хорошие замечательная студийная запись одна из лучших наверное если говорить о качестве музыки не личном восприятию меня пробило пятое измерение например все но объективно если подходить то песни здесь не хуже сыграно уже в другом звуке совершенно здесь уже нет психоделии такой откровенные есть плотная гитарная рок-группа которая играет очень красивые песни достаточно одной честно тмэр которая открывает третью сторону альбома первую песню на студийном альбоме одна эта песня стоит всей пластинки остальные песни тоже хорошие но честно тмэ это прямо вот все нисходящая гармония очень традиционная последовательность аккордов очень похоже на боба дилана только написано розжим магуином и спета магуином и безумно красивая безумный релакс безумные безумный свет безумная красота радость жизни и хочется выпить за это дело что я и сделаю до новых встреч пока